45 лет работы хирургом, ну, как-то я уже не испытываю этого пиетета перед даже абсолютно новыми операциями. Михаил Сокольщик готовится к операции на уретре. За этого пациента возьмется не каждый хирург. На столе 17-летний Демьян. Два года назад его сбил микроавтобус. В итоге сломанный костей таза произошел отрыв уретры от мочеиспускательного канала. Патология сложная, поэтому оперируют парни из Хабаровска в Барнауле, руководит процессом московский врач. На сегодняшний день мы имеем закупорку мочеиспускательного канала, и молодой человек мочится через трубочку, вставленную в мочевой пузырь. Такие вещи, конечно, переворачивают жизнь. Вчера катался на скейте, а сегодня бездвижен в кровати. Операция проходит в Центре материнства и детства. Шефство столичного хирурга – большой опыт для алтайских медиков. Пациентов с отрывом уретры здесь оперировали и раньше, но это были первичные пациенты. А парень уже до этого пережил два неудачных вмешательства. Это усугубило положение дел. Если ему делать операцию при нормальных тканях, когда все анатомично, сейчас же там сплошные рубцы, там не увидишь никакую мышцу. Операция на самом деле очень сложная. Если она даже будет идти по времени, 6 часов уже это о чем-то говорит. Нам нужно создать новую уретру, новую трубочку. Мы возьмем слизистую щеки. Это будет у нас слизистая новая уретра. И мы возьмем часть мышцы с передней брюшной стенки, которую свернем в трубочку и ставим на место уретры, которая была изменена. Врачи верят, что в ближайшее время пациент вернется к нормальной жизни без трубочек в мочевом пузыре. Кстати, парню не только сохранили фертильность. Хирурги говорят, даже рубец будет не по глазам.